Событие, которое мы в этом году празднуем, имеет очень большое значение для истории нашей страны, и не только нашей страны, для истории всей исторической Руси. Имеет огромное значение для духовного становления нашего народа, потому что истоки русского православия, одним из истоков русского православия, был Афон. По крайней мере, это была единственная основа для развития русского монашества. И мы знаем, что первые иноки, поселившиеся в Киеве, и не только в Киеве, это были афонские монахи. Русские люди, но прошедшие искусств на Афонской горе, впитавшие афонскую монастырскую традицию и передавшие эту традицию нашему народу. Я с удовольствием открываю выставку, которая содержит фотографии, сделанные нашим другом Костасом Асимисом, человеком, который начал фотографировать Афон в 1984 году. И для меня, который впервые вступил на Афон в 1973 году, эти фотографии очень интересны, потому что дают возможность вспомнить, каким был Афон и каким он становится в наше время. Я думаю, что важность этой выставки не только в том, что на высоком художественном уровне сфотографированы монастыри, причем в таких ракурсах, которые делают эти монастыри для обычного паломника неузнаваемыми. Нас обычно ведь подвозят к главным братам, а потом на богослужение, а потом общение с монахами, и поэтому нет возможности отойти от монастыря, тем более подняться в горы и взглянуть на него со стороны. А вы, Костас, сделали это все, сделали замечательно, и я думаю, что эти фотографии будут действительно составлять золотой фонд видеоматериалов, связанных с Афоном. Я хотел бы, чтобы с этой выставкой ознакомилось как можно больше людей, потому что и сегодня Афон занимает важное место в жизни нашего народа, в жизни нашей церкви, в жизни нашего монашества. И дай Бог, чтобы вот эти видеоматериалы помогли людям лучше почувствовать и понять значение Святой Горы для России, для всей исторической Руси, и для каждого, кто живет духовной жизнью, кто отождествляет себя с православной церковью, и кто признает важность монашеской традиции. Я сердечно вас благодарю. Спасибо.